И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя, Моровин, гильдия магов, Балмора. И в общем-то... Пу-рум-пум-пум, куда мы пойдем-то? Надо решить. Сулмутул? Нет, вряд ли сейчас. Только, 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 и этого не хватало. Так, шлем, загадка гномов, связной, экспедиция, он чулевт, дом рядара найти этого хрена, спасти, это имперский легион, который... Вот, блин, почему нельзя сдать это задание, скажем, не вступая в имперский легион? Или можно? Я не знаю. Надо попробовать, кстати, будет это сделать. Кольцо леди, это тоже, конечно, вопрос, почему оно осталось, потому что на моей памяти, хотя, конечно, может она меня и подводит. А это задание должно было закончиться, когда на нас напали. То есть, это такое, коротенькое. Кстати, в Эбенгард, или Эбенгард, неплохо бы доложить про темное братство. С другой стороны, а если темное братство перестанет на меня нападать, у меня не будет источника дохода, я не хочу пока. Я не помню, просто, когда они там... Вроде они не перестают вообще никогда нападать, а вроде перестают. В какой-то там момент. И не поводит ничего вообще. Ну ладно. Моставник дома Хвалу, остров на севере, кстати говоря. Ого. Пробуждение спящих. Знаете чё, давайте поедемте в экспедицию. Ну чё, левтинг этот, вот сюда. Вот так вот. В Суран пойдём? Там побродим, там походим, посмотрим, чё там есть. А потом двинем чё, левтинг. Получим чё надо, чё не надо. Очень рада. Я за тебя рада, что ты рада. Так, ночь, нет, плохая идея, наверное, ночью ехать. С другой стороны поспим в сил страйдере. Нормально. Пока дойдём, пока доедем. Ей. И, кстати, надо убрать кое-чё. А, да, кстати, я не помню. Это было? Было? Не было. Короче, разгрузилась я. Поэтому у нас сейчас всё вот так вот примерно. Вот это я на всякий случай оставила. Ну, знаете, подзарядить какой-нибудь предмет в экстренной ситуации, мало ли. Хотя, вот, они сами восстанавливаются, в принципе. Со временем. То ли когда поспишь, то ли ещё когда. Ну да ладно. Ах, господи, почему я постоянно поднимаюсь? Привычки. Сама спросила, сама ответила, знаете. Суран. Кто сейчас улыбается и думает, надо зайти кое-куда? Да, мы сейчас туда зайдём, не переживайте. Дом земных наслаждений. Пойдёмте. Сиськи! Смотрите, кстати, каджитка без лифчика. Ну, ну, как бы понятно. Ну, у неё там шерстью всё закрыто, она всё равно. Мехом, точнее. Вот, что-то новенькое. Что это за запах? Руна. Добро пожаловать в Суран, жемчужа Аскадианских островов. Я Руна. Нормальное такое имя, да? Что привело вас в нашу деревню, вы ищите кого-то конкретно. Я помню, когда я сюда первый раз пришла, я такая думала, блин, офигеть, какая красивая персонажиха. А потом, когда я, в общем-то, изучила, скажем так, лицо её прическу, я, когда делала новых персонажей, я делала их вот такими. Здрасте. О, нет, только не ещё один Ахаджит. У меня от предыдущего до сих пор голова болит. Что за что от предыдущего? А, ты что мне скажешь? Добро пожаловать в Суран, вы ищите кого-то конкретно. Да нет. Ой, мужик. С Нори. Всё-то, ему кажется, щиты. Есть два основных вида щитов. Стандартный щит и Ростовой щит. Который куда больше и тяжелее. Ну, вообще-то, кстати, у нас был стандартный, у нас был Ростовой, вот этот, Ростовый, как правильно? Ростовой, Ростовой. Ну да, Ростовой. Почему Ростовый-то? Дурка какая. В общем, он был меньше, как вы можете помнить. То есть, магический вот этот. Я использую щиты побольше, если ты силён и вынослив. Различные материалы могут быть тяжелее или легче, но эффективность твоего обращения со щитом зависит от твоих навыков в использовании лёгкой, средней и тяжёлой барани. Свежей сплетни. Карманщик сказала мне, что высадил кучку пилигримов в робах и стюками снаряжения к востоку от озера Наби, северо-западней горы Кант. Если там ничего неинтересного не происходит, а, точнее, там ничего нет для паломников, интересно, спорим, это Талуани. Мы это читали. Здрасте. Добро пожаловать в мой дом, хаджит. Или хаджит. Чё здесь я как дома? У меня просто хаджит с хаджитом путается в голове, и получается хаджит. Моё занятие. Я торгуюц. Суджам, это свежей сплетни. Уж не знаю, видел ли я его ещё кто-то. А я видела, как какой-то безумный малый не так давно бродил по холмам к востоку отсюда. Он был весь закован в лад и размахивал мечом, бормочая что-то о том, что никто не смеется бросить ему вызов. Я так точно посторонилась. Я так точно посторонилась. А я знаю, что это за чувак. И кто играл в Моррин, вы тоже это знаете. И я, кстати, не знаю, получится ли у нас. Но можно попробовать. Вот там вот он обитает, тут на вот этих калмах. Можно рискнуть здоровьем. Это очень опасно. И, скорее всего, у нас нифига не получится. С другой стороны, вдруг нам повезёт. Так, я тут нигде максимально не заберусь. Просто я не хочу прям сразу так с этой самой, с подножия юзодилия левитации. Так, а вот теперь самое оно. На 26 секунд. Давай. О, господи, вот тебя-то тут не хватало. Уйди отсюда. Ты мне не нужна. Я не совсем помню, где именно он тусует. По-моему, я перелетела. Нужно здесь очень аккуратно. Всё, пропала. Так. Сейчас вот тут сохранимся. Его очень аккуратно тут нужно искать, потому что он так стоит. Ой-ой-ой, тихо. Сейчас найдём. Сейчас найдём. Где именно она там сказала? На холме неподалёку, он считается, человек. На холме неподалёку. Отлично, да, вообще? Я вот не очень помню. Я помню только что наискось. Вот в ту сторону вроде. Надо очень аккуратно его тут искать. Потому что зелья левитации не казённые. И не бесконечные. А, стрелы закончились. Нет. Я переставила, кстати, смену оружия на мышку. Что-то я забыла это сделать. Вот так вот теперь у нас будет. Вот, кстати, надо сразу стрелы поставить. Тра-та-та. Так, ладно, ищем чувака. Нет, он не тут. Он должен быть где-то среди гор. А это уже дорога. Блин. Его не очень сложно найти, если знать, куда лететь, в общем-то, в какую сторону. Он стоит прямо вот среди гор, но вот на таком, как бы, такой выемке, что ли. Не знаю даже, как сказать правильно. Блин, тут я не заберусь, конечно же, да? Ой, камни, камни, камни провалились. Так, здорово. Ну, блин, ну вот переться бы в этот камень на лобом было бы замечательно. Что, где? Так, давай, давай. Не, по-моему, я зашла куда-то вообще уже не туда. Не, я вообще... Он рядом с Ураном, а его нельзя так далеко искать. Он прямо вот где-то рядом. Я уж точно не... Кстати, можно в руины зайти. Но это опять левитацию потом юзать? Нет, 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 надо назад возвращаться. Я хочу найти его. Ууу, новый тип врагов. Здравствуйте, когр. А зачем я, кстати, это делаю? Обязательно, кто-нибудь. Блин. Давай, попадись. Ну, ё-ла-пал. Вот надо было отойти именно сейчас, да? Зачем я бью тебе? Объяснит мне кто-нибудь вообще это? Только стрелы стеклянные трачу. Блин. Да падай ты, господи. О, что тут принцип? Да, у него сиська проколотая. Вы правильно увидели. Где ты? Где ты? Незнакомец по имени Умра. Умра. Так, может быть, если я посмотрю на карту, я вспомню. Потому что... Потому что такое бывает. Значит, как-то... Где же он, боже мой. Вообще, конечно, было бы идеально ещё взлететь вообще высоко-высоко. Дикая левитация у нас, конечно, не сработает, да? Угу. Потому что 115 цена. А у нас всего-то... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-нихо. О, слава богу. Нет-нет-нет, опасно. Так, нет, он не тут. Значит, надо чуть-чуть. Он стоит вот прям... Вот, кстати, по-моему. О, нашла! Боже. Где он был? Ага, я же говорю, где-то рядом. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Вдова куда-нибудь. Умра. Ты искала меня? Моё имя не имеет значения, а достижения не многочисленны. Достижений не так много? Что значит моё достижение по сравнению со всем миром? Не случалось путешествовать из одного конца земли в другой, убивать тварей, один взгляд которых останавливал человеку сердце. На моих руках кровь мужчин и женщин. Пришлось повидать и жестокость войны, и отвратительную невоздержанность мира. В этом мире для меня ничего не осталось. Ничего не осталось, говоришь? Мне нечего больше делать в этой жизни. Мне случалось спасать целые города от стаи до Эдра, стаи до Эдра, и убивать людей во славу бесчестных аристократов. И всё, что осталось мне, это моя собственная смерть. Но боги обманули меня. Я прошу только разрешения умереть так, как настоящий воин. Но разве это возможно? Ну, да, его типа никто не может победить. Сейчас мы сохранимся. Умри как воин. Неужели я прошу слишком многого? Всего лишь позволить мне умереть, как подавают воину в бою. Хотя это моё проклятие. Я пока не нашёл никого, кто смог бы победить меня. Может быть, ты сможешь это сделать? Ты сможешь прийти и освободить меня от такого жизни? Тогда приходи и стань моим правителем. Моим новым. Точнее, без моим. Новым, короче, правителем тени. Ну, умбра это тень в переводе, если чё. Я дам тебе смерть, которую ты... Сейчас проверю. Ни хрена себе. Спокойно. Чувак, 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 чувак. Чувак. Он очень опасный чел, конечно. Это да. Мне бы его парализовать бы... А чё я, кстати, протупил это так? Один удар, и я труп. Где-то тут было зелье за здоровье. Где оно? Вот оно. Сразу два. Где ты? Лёг. Ой, чё-то ты какой-то... На сколько здесь секунд? На десять. Сейчас сдрисим. И будем его валить по-своему. Может быть. Нет, не будем. Стой, стой. Я так его, конечно, не забью. Ай, ай. Чёрт, 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 чёрт. Так вот, вот. Во время... Блин, не могу во время боя, да ладно. Давай. Я убью тебя. Может быть. Мне бы ещё бегать побыстрее. Где мой зелье левитейшена, кстати? Ему же всё равно, как умереть, правда? Да. Блин, ты... Конечно. Размечтался. Ты хотел умереть? Я выполню твою просьбу, но по-своему. Ладно? Это, конечно, наверное, не совсем честно. Куда он понесся-то? Он быстрый вообще, пипец. Чё-то я не попадаю. У него, нибудь, все статы на сто прокачаны. Опасный хрен, ничего не скажешь. У меня, кстати, есть свиток золотых свитошек. Я их специально берегла. Что значит, я не могу читать во время боя? Это ж свиток, блин. Ты издеваешься, что ли? А, читать, в смысле. Всё, поняла. Светоша. А, там враг. Ты не хочешь убить? Нифига себе. Охренеть, он свитошу задрючил. Просто за трёх-четырёх ударов. Получается, я сильнее свитоши? Офигеть. Только не поднимайся сюда, пожалуйста. Так, ладно, чё-то вроде попадаю. Он резкий, как понос. Спокойно, мужик. Я убью тебя, только становись. Ты так хотел умереть? Сейчас умрёшь. Только стой на месте. Надо использовать хитрость в бою с ним. И мы её пытаемся активно использовать. Но, пипец, он непрошибаемый вообще. Хотя, конечно, с мечика я его неплохо так сносила, с нашего. Кажется, если мы получим этот меч, это будет божественно. Потому что это самый сильный меч в игре. Правда, получить его, это... Надо вообще постараться. Было бы у нас броня получше. Ну, куда уж лучше-то. Пока что. Ничего не попадалось лучше. Как-нибудь. Крит, отлично. У меня же что, стрелы закончили? Ох, твою мать, у меня закончились стрелы. Ты посмотри. Ух, 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 какая жалость. Нельзя вообще, да, никак? Печаль. О, чуть-чуть восстановилась. Так, давай. Стой. Сейчас тебе добавим. Черт, в предмете не осталось заряда. Спокойно. Давай, 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 давай. Кузя, Кузя, давай, давай, давай. Черт. Подожди, сейчас. Ну, ладно, стрелы, на самом деле, мы столько сняли. Что можно считать, что вообще? Нет, нас сейчас зашитают. Вставай, Кузя, Кузя, милый. Вставай. Чуть-чуть осталось. Давай, 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 допилим, допилим. Давай, Кузя, Кузя, Кузя. Давай, давай, Кузя, не падай. Кузя, Кузя. Семь девятадцать, десять пятьдесят. А, умброчка моя замечательная. Ну, ладно, мы его почти честно замочили. Стрелы ему сняли, не знаю, вообще малую часть этого всего здоровья, поэтому можно считать, что мы его абсолютно честно завалили. Фу, даже светошка, кстати, не помогла. Ужаса, я так надеялась. О, умбра. Правда, мы не сможем щит пользоваться, но щитом пользоваться. Все, ребят, мы непобедимы. У нас есть умбра. У-ху. Ой, не ожидала, на самом деле, что я его завалю. Давайте сохранимся куда-нибудь еще. Вдову во вторую. Ой, аллилуйя, просто. О-о-о-о, боже мой. Цена сто десять тысяч. Конечно, естественно, продав... Конечно, естественно. Продавать мы ее не будем, это будет абсолютно... И она еще заключение, кстати, накладывает. То есть мы души захватывать сможем. Меч умбра, но она же тень. Поэтому она говорила, что станешь тенью, там, а-а-а-а... Точнее, станешь хозяином тени. Ой, срапись. Щиты, кстати, теперь можно выкинуть. Как-то не печально? Но мы тенью этой будем зашатывать так, что... Ой, хорошо-то как, а? После такого можно пойти бухнуть. Отметить это дело. А у нас, кстати, я завалился. Он желает... Дай мне ему смерть, которую он заслуживает. Тихо, спокойно. Мы дали. А это задание исчезло из этих самых? Умбра не исчезла. Почему? Может, надо с этой поговорить еще раз? Из дома наслаждения. Типа, смотри. Хе-хей. Я зашатала. Я молодец. Свежесплетни. Мой друг-караванщик говорит, что в этом году около Красной Горы так участились моровые бури, что он подумывает уйти из этого дела. Большой совет. Поля Кума, безопасная территория на Йога-Востоке. А двора-то посетите храм и получите, кстати, да, благословение. Кирдильский бренди, Солстхим, Невена Урлис. Почему мне не пропало это задание? Вот как вот с кольцом вот с этой женщиной, так и с Умброй. Это очень странно. Когда я его убила, мне должны были вроде как написать то, что... А ты мыться пробовала? Мне вроде на моей памяти, когда я его убивала, писали то, что... Ну да, все. Финита. Эй, там. Прекрасное место, а? Прекрасное место. Как раз то, что надо, чтобы забыть о своих проблемах. Бесполезно думать о них, тупые рабы. И что они бегут, а? В самом деле, нечего было им... Нечем было заняться, если бы они не бежали. Но им приходится еще и скрываться. Тупые рабы. Тьфу. Каких всех ненавижу. Особенно тех, которые не находятся. Понимаешь, о чем я? Понимаешь, конечно. Ну, конечно, я каджит. Ух ты, урод. Я уже знаю, что я тебе отвечу. Ищу вот этого негодяя Хэйч Ая. Уже несколько месяцев. И все без толку. Все убегает и прячется. И как тут заработать на пропитание? Я скажу тебе как. Бегать с языком на плечи и смотреть в оба. Я даже проводником обзавелся. Во, как старые добрые прячущие глаза. По мне так довольно глупое имя. Но он мне и водит по окрестностям уже пару недель. Не дешево мне это обходится. Я могу найти этого раба, которого ты ищешь. Хотя нет. Я не собираюсь искать для тебя рабов. С другой стороны, мы можем найти. И просто переговорить мы сможем. Ну, мы сможем, короче. Просто, чтобы найти и, может быть, помочь этому рабу. Там, не знаю, денег ему дать, чтобы он уехал куда-нибудь. Я могу найти этого раба, если хочешь. Ну, конечно, ступай и поищи. Думаю, тебе понравится. Проклятие, ты сможешь получить половину награды за безмозгового раба, если найдешь его. Или прикончишь его. По мне, так и то, и то здорово. Уж не знаю, что лучше. Эй, человек! Пречущие глаза. Хороший он парень. Ни на что не способен, но парень хороший. Помог мне все обыскать, чтобы найти этого раба. И это место мне показал. Парень неплохой, да. Кажется, ему нравится городской трактир. А мне больше нравится это место. Еще одну порцию! Ага! Хэдж-ай. Ловкий мошенник. Не могу его нигде найти. Но это, наверное, от того, что я не знаю, где искать. Бегодняя, прятки, бегодняя, прятки. Здесь становится немного скучноват. О, ненавижу их, тупые рабы. Ну-ну. Тупые рабы, да? У меня есть умбра. И я каджит. Нельзя мне говорить такие слова. Рынок рабов. Здрасте. У меня все хорошо, спасибо. Так, Хэдж-ай. Не слышал о нем. Беглый раб, говоришь? Не из моей партии. У меня нет времени беспокоиться о чужих рабах. Становится все труднее выследить рабов-органиан. Они умны и быстры, а другие органиани вряд ли будут помогать. Поэтому становится все труднее их поймать, так как лишь немногие знают их язык и обычаи. Прячущие глаза. Не знаю его. Органианин, да? Похоже на имя органианина. Это, конечно, не настоящее его имя, но так всегда бывает. Ненастоящее имя. Ну, конечно, это просто перевод с органианского. Это может... Хэдж-ай. Ну, хайдай. Ну, вы поняли, да? Это можно перевести примерно как... Хаджи... Хаджи-киус. Хаджи-ишиус. Может быть, хэдж-ай. Ну, вы поняли. Ну, хайд. Спрятать. И ай. Глаза. Хэдж-ай. Буквально... С английского. Короче, на английском. Буквально перевод иногда бывает немного неуклюжий. Люди редко... Кстати, вот интересно, а как на английском языке вот это обыграли? Вот интересно. Вот если прячущие глаза, да? Ну, грубо говоря, вот дословно. Если хайдайс, да? Хайдайс-айс. Ну, как там вообще? В общем, как-то так, да? Его имя хэдж-ай. То есть, практически одинаково. У нас это, мне кажется, лучше, да? Как-то получается на русском. Ну, ну, вы поняли. С отсылкой к английскому, конечно, но тем не менее. Буквально перевод иногда бывает немного неуклюжим. Люди редко бьют... Дают себе труд учить язык этих дикарей. Они находят его слишком сложным для произношения. Ну, а мне это упрощает работу. Вы, блин, свои имена видели? Хашур не биби, а... Как эти пити, вот эти все. Блин, освободить бы их, конечно. 420. Кстати, отсюда деньги спереть вообще за милую душу. Прям как для нас. Идиот. Придурка, кусок. Ничего, ты не получишь со своих рабовых биографий. Королева волчица. Кстати, королева волчица тоже одна из самых интересных книг. Тесс. Так, хорошо, как бы вас... Вообще, его можно убить, конечно. И получить Яков. Что вы тут делаете? Что я могу для вас делать? Странно. Альтмир в шлеме? Почему раб? С ним, по-моему, квест какой-то связан. Нария Атрис нашла разбойничью базу тылования посреди Эшленда. Но она опасалась при помощи... Спаслась при помощи вмешательства Альмсиви. Теперь точно не помню, где была эта база. С ней, кстати, можно поговорить, она нам скажет. Освободить. Нет, уже убежать невозможно. Блин. Вот у него ключ есть. Это я знаю. Это логично. Ой. Так. Знаете, вот странно. Вот после того, как я получила Умбру, у меня такое ощущение, что я ввела чит какой-то. Как-то... Как-то слишком хорошо. Я была бы, наверное, даже немного рада, если бы мы не смогли его зашатать. Ну, то есть, пришли бы сюда много-много позже. Ну, ладно. Так, портник, кстати, какие шмотки продает. В последнее время мне так хочется чего-нибудь новенького уже. Ну, все то же самое. Печаль. Жалко, перчатки тряпичные никак нельзя натянуть там поверх, знаете, бронированных. Ну, это логично, конечно. Но все равно обидненько. Так, торгуется. Чем торгуешь? Стеклянные метательные ножи. Дрекская таки раз. Мы, кстати, можем продать вот этот вот на яд. На отравление. Потому что... Потому что, да. Хотя нет, мне жалко. Все-таки мы с ним столько шли. Прошли. И вообще. Найдите то, что вы ищете. Мне нравится, что сразу цену показывают. Вообще идеально. Сразу знаешь, есть смысл переть или нет. Текарь. С ним, по-моему, тоже что-то связано. Так. Трактир. Ты? Ты. Язык поломаешь в трех местах. Тимина. Так, что-то есть. Ничего с ним. Смотрите, как будто бы упала книжка. И это самое. Прикольненько, да? Так, ладно. Закроем за собой. Что тут? Ничего. А, могу поспать. Нормально, да? Я могу прийти, просто поспать. Мне это самое. А давайте поспим. Че нет-то? Кому нужно деньги платить, правда? Так. Прячущие глаза. Прячущие глаза. Это ты, да? Да, это я. Что вам угодно. Свежий сплетни. Нарис Атрис сказала, будто натолкнулся разводничью банду. Посреди этого эшеланда. К сожалению, она сразу применила вмешательство Альмсивы, чтобы спастись и не смогла потом найти это место. Все, что она смогла сказать, это то, что она где-то Фаеда Майми на западе и Фаеда Ашур-Дан на востоке. И к северу от озера Наби. А это изрядный кусок эшеланда. Ну, вообще, да. Значит, вот где мы эту информацию. Хейдж-Ай, знаешь такого? Да, беглый раб. Охотились за ним много недель. Это уж точно. Назначили премию. Прочесали всю местность. Так и не поймали. Нет, так и не поймали. Но вообще, я так думаю, Хейдж-Ай, это ты. Раскрыли мой секрет, да? Я не буду врать вам. Это меня ищет охотник за головами. Что с того? Он бы забрал меня в рабство. Это не для меня. Так что мне пришлось потаскать его немного по диким местам. Что с того? Разве он не заслужил этого пьяница? И он хорошо платил мне. Теперь вы знаете мой секрет. Что будете делать? Вы ведь мне расскажете, правда? Честь обязывает мне рассказать. Да сейчас твоя тайна умрет со мной, друг. Вы хороший друг, спасибо вам. Я дам знать моим другим о том, что вы для меня сделали сегодня. Вот так вот. Анзо. Никаких хлопот, козе. Сейчас у меня никаких дел. Что я могу вам рассказать о Суране? Ну, расскажите что-нибудь о Суране. Суран – оживленная торговая деревня на озере Масоби. Ворота, ведущие к озерам, фермам и плантациям района Аскадианских островов. Паломники, которые приезжают поклоняться полям Куму и храму Малакбала, останавливаются в Суране. Суран снабжает пищей и предоставляет услуги фермерам и владельцам плантации Аскадианских островов, богатых сельскохозяйственных угодий к югу и западу Сурана. В этой стороне озер и островов путешественнику понадобятся... В этой стороне озер и островов путешественнику понадобятся навыки хождения по воде, левитации или плавания. Хейджай. Хейджай, да, я слушала о нем, но не могу сказать, где его можно найти. Спроси. Дранос Асаратрама на рынке рабов. Он эксперт по арганянам. Дранос. Он местный торгует с рабами. Это мы знаем. Мое занятие. Я меч ночи. Сочетая навыки агента и волшебника, я могу незаметно передвигаться, взламывать замки и обнаружить ловушки. Мы это знаем. Свежие сплетни. То же самое. Место. То же самое. Солстый. Ужасное место. Прячущие глаза. Да, я его знаю. Это тот арганянин, который приехал в город пару недель назад. Мне лично кажется, что с ним что-то не так. У меня такое чувство. Ну-ну. Великие дома. Три великих дома. Мы правят Варденфеллом. Тролли-балли. Мы это все знали. Так. Что тут у нас еще есть? Обучение. Чему ты учишь, кстати говоря? Привлекательность, смотри-ка. Когда у нас там был его лапчик-то? Относительно скоро. Сколько у нас привлекательность? 90. Нам бы ловкость, конечно, и силу воли. А нет, привлекательность. С другой стороны, привлекательность почему бы и нет? Пока есть деньги. Где-то. Это большая честь для меня. Динам. 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 Три. Четыре. Мне бесит, когда они передвигаются. Пять. Смотри уже по привычке. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сколько денег осталось? Нормально. На взятки хватит. Тикито. Приятно видеть вас, Кузя. Я Мависа Андас. Недавно здесь. У вас наверняка есть ко мне вопросы. Биография. Я боевой маг. Нарварин. Пророчество. Мудрость Муровинда. Чужеземцы постоянно воюют в Муровинде имперские. Колонисты против данверов и аборигенов. Прячущие глаза. Да, я его знаю. Это тот Торганян, который приехал. Я боевой маг. Хотя внешне похож на западного лицаря. В тяжелых доспехах владеющего топорами и длинными клинками. Моя основная сила в заклинаниях школ изменения, разрушения и колдовства. Сплетни. В общем, ничего нового. В Суране есть еще какие-то квесты, но я их не помню толком. Поэтому как-нибудь потом. Я помню еще Клинковский. Ну, вот Клинков от Касадоса и вообще. От Касадоса и Ко. У нас здесь будет квест, но это будет потом. Мне? Ничего. Дождик. Так вот. Нет, подожди, это не ты. Здесь где-то в Суране есть торговец, который торгует стекляшками. То есть стеклянным оружием и так далее. Ну, я тут уже была, если что, за кадром. Так, где же это? Тут. Тут? Тут. Вот они, эти обломнитовые дротики. Ну, солнце мы небом, мы тепло. Приветствую тебя. Вот это бы спереть бы все. Ох, это было бы божественно. Но пока никак. Аж потопилось. Знаете, вот этот, как этот? Как его звать-то? Тупо, конечно, я понимаю. Бить бы его. Забрать бы все это. Вот как, как нас перейти? Ну, это невозможно. По крайней мере, не с нашим науком по открадыванию и иллюзий. Воды 2002 года! Так, ладненько. Пойдемте на поле Куму, что ли, раз мы рядом. Хотя нет, не так уж мы рядом. С другой стороны. Не, в такую погоду я не пойду молиться. Ну его нафиг. Мы куда хотели? Мы хотели мчелефт. Правильно? Вот он. Пойдем. Нет, не пойдем. Где там эта таверна? Мы дождемся завтрашнего дня. Сегодня в завтрашний день. Вот. Дождемся утречка. Там будет хорошая погода, я надеюсь. И еще будет у нас замечательно. Кажется, странно, что мне разрешают тут спать вот так. Может быть, у меня репутация настолько высокая, что мне разрешают это делать. Кто знает. Че только быстро прошли, прям не успела моргнуть и глазом уже проснулись. Я надеюсь, дождя на улице нету. Не хотелось бы. О, какая хорошая погода. Самый рассвет, самый шик. Замечательно. Все, идем на северо-восток. Нас там ждет... Ну, че, лефтинг. Да ты издеваешься, что ли? Ну, как вообще так-то? Что за несправедливость такая, ну? Ну, как, ну что, ну почему? Да, прыгаю. Прису обходы эти, не хочу левитейшн тратить. Блин, вот так я иду. Вообще, куда-то в шопу мира. Почему я не пошла вот туда, вот в ту сторону? Объяснить мне кто-нибудь. Что ты будешь делать? Давай, Кузя, ты сможешь. Ай, ладно, черт с ним, где оно? Что ж поделаешь-то? Надо же щит выкинуть. Ну как выкинуть? Положить. Надо еще туда сходить, наверное. Почему нет? Мы ж так и не сходили. Да ладно, проверим. Умбру. Аж так вовремя достали, прям под грозу. Отличные звуки вообще. Падай. Да, теперь все будут умирать с одного удара. Ну, почти все. Светилище. Здрасте, здрасте. Вы атакуете меня? Да, конечно. Вася, ты уже почти труп. Угу. Давай, дерись. Дерусь, на. Умбра. Что это? Последний танец. О, кстати, это квестовая. Я помню, это княжулька нужна будет по какому-то квесту. Это я-то? Спорный вопрос, друг мой. Так, у него есть молоточек, кстати, кстати. Сразу. Черт, ну, эти молотки, что ли, закончились? Нет. Кнопка, кстати, которая за два удара отвечает, она работает, все нормально. Только вот именно на мече она почему-то не всегда срабатывает. А так само по себе норм. А так само по себе норм. И это радует меня. И это радует меня. О, стоп. Вот это я возьму, пожалуй. Будем подкрадывание изучать. Самостоятельно тут, конечно, пипец. Мизинец сломаешь об этот контрол. Может, на альт переставить, а? Потому что как-то на альт попроще сжать немного. Чем мизинцем на контрол. Там сбиться даже проще. А так, хренак, и все. Ой, слушайте, намного проще. Большим пальцем на альт, чем мизинцем на контрол. О, господи, здравствуйте. Давно не виделись. Ой, там еще что-то. Ой, все очень плохо, ребятки. Нас траванули. Прямо конкретно траванули, да? А, нифига себе, смотрите, не отсвечивает. Ну, то есть... А, нет, все понятно. Так, подожди, меня траванули. Я так понимаю, причем конкретно. Где мой зелий? Противоядий. Может, оно, конечно, пропадет со временем, но я не хочу это проверять. Ой, твою мать. Ой-ой-ой, подожди. Надо на этот самый, короче, предмет снаряжения. Умбра, умбра, умбра. Где моя мумбра? Так. Кинжал Дагота у меня на тройке стоит. Что он там делает? Что? Вот этот на тройке пускай стоит. Фух. Где? Где точка, чтобы изучить? Так, ладненько. Ага. Отлично. Здрасте. Золотая святоша. Ой, у тебя ибонитовый меч. Да? Порадуй меня. Скажи мне, что у тебя ибонитовый меч. Все, ребята, у нас есть деньги. Пошли, ибонитовые мечи. Мы теперь будем ими барыжить. Ну как? Когда будет попадаться святоша, конечно, золотая. С другой стороны, их можно призывать, но с другой стороны, не всегда после них остается оружие. Чё, это жопота какая-то вообще страшная. Есть смысл посетить грязи краба? Здравствуй. У меня все хорошо, спасибо. С типом какой-то КВС связан. Я хочу взять этот шлем. Можно? И, кстати, да, светилище, статуя Малакбала. Здесь можно, ну, взять задание у Малакбала. На моей памяти. Сейчас попробуем. Хотя это глупо. Но, с другой стороны... Не, ну как это глупо. Это круто. То, что, как бы, артефакт. Но все мы помним, какое отношение у Кузи к этим всем Дайдра. А хотя нет, это не она. Просто есть статуи, которые подсвечиваются, и с ними можно поговорить. А есть просто, которые подсвечиваются, и с ними не я поговорить. С тканом. Мне нужен только шлем. Можно? Очень надо. Я просто не хочу, чтобы она на меня нападала. Вдруг она квестовая какая-то. Сейчас рискнем, конечно. О, получилось. Все, мне больше ничего не надо. Знаете? Все, мне больше ничего не надо. Вот эти шлем. Сейчас, ладно, выйдем. На. Я не помню, кстати, не заметила. Точнее, даже там было что-то за статуй? Подожди-ка. О, какой он сундук. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну-ка, ну-ка. Нет, нет, ничего, только вот это. А, можно, конечно, попытаться спереть еще вот эту хрень, но что-то как-то, мне кажется, это опасно. Давайте попробуем, если не получится. Я загрузюсь, уж простите. Получилось. Валим. Ты со мной нормально еще говоришь? Все хорошо. Как там? Дерарир Хлорву. Ну да, она какая-то квестовая. Я, правда, не помню, с чем связана ее рожа. Что это за квест такой? Это либо клинки, либо тылвани, либо хлоалу, что-то вот из этого. Клинки вряд ли. Может быть, кстати, маги. Либо маги, да, либо тылвани, что-то вот из этого. Сякие дома и так далее. Так, слушайте, мы очень удачно зашли. У нас денег, да хи-хи-хи-и еще. Есть смысл сходить на юг Вивека и продать все это. С другой стороны, у нас, в принципе, по местам-то нормально. С другой стороны... Просто до туда бешали дольше, чем до ночи Левтинга. Поэтому давайте сперва в ночи Левтинга. А потом уже можно будет спокойненько, с чистой совестью. Двинуться к этому грязекрабу-торговцу. В общем, вот он. Вот он, шлем. Пафос, пафос. Упоротые зеленые глазки. В общем, ладно. Давайте здесь закончим. В следующей серии пойдем. Уже он Чу Левтинга потихоньку. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Мы достали Умбру. По-моему, это было прекрасно просто. Но это было как-то... Ну, это было тяжко, конечно, но... Но, черт, я немножечко жалею даже, что у нас получилось ее достать, эту Умбру. Потому что... Она, конечно, замечательная. Я ничего не могу сказать. Но... Но, блин, ну почему так скоро? Это как-то... Не знаю. Конечно, если бы мы прокачивались обычным способом, а не этим самым каким-то мегавумным, то, естественно, мы бы его не забили. Потому что у нас все статусы были бы ниже, навыки были бы ниже. Все, в общем, было бы ниже. Вью, это вообще, ладно, черт с ним. Зашатали, получили. Даже с ним нас могут... То есть, с Умброй нас могут без труда завалить. Потому что бьем-то мы больно, но здоровье у нас осталось на прежнем уровне. И кто меня пытается убить? Непонятно. В общем, ладно. Повторюсь, опять же. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь здесь, зовите друзей. И до встречи в следующей серии. С вами была... Севен. Козя. И, в общем-то, мастера секунды. Да. В общем, всем удачи. И пока-пока.